Приветствую вас! Для начала давайте уточним, что именно вы хотите побороть? Перфекционизм и гидонизм? Не поборется, потому что есть это у каждого человека, и, в общем-то, то, что это есть у вас, это абсолютно нормальная такая история. То есть я в этом не вижу чего-то необычного в том, что у вас есть склонность к перфекционизму и гидонизму. Вот. Понятно, да, абсолютно у каждого человека есть эта история, и это нормально. Другое дело, что вам это причиняет, видимо, боль и дискомфорт, если вы как-то вот стремитесь к тому, чтобы вам помогли. То есть вам, видимо, не знаю, неприятно, вам, видимо, некомфортно, вам, видимо, напряженно, то есть вы не чувствуете себя свободным и счастливым от того, что имеете такие вот, скажем так, склонности, да, склонность к перфекционизму и гидонизму. То есть если вы не свободны в этих, скажем так, спрямления, то это означает, что это не ваши мысли. Это не ваши мысли, а это, скажем так, неадаптивные или малоадаптивные мысли. Малоадаптивные, ну, скажем так, принципы, да, малоадаптивные позиции. Нужны они, например, вам, для того, чтобы защищать себя от чего-то. От чего это уже момент. Да, то есть вот подумайте, например, почему для вас так важно, чтобы, допустим, все было идеально. Или почему для вас так важно получить удовольствие. Вот. А что вы понимаете под удовольствием? Так что, ну вот. Какое конкретное удовольствие вы хотите получить? То есть опять же, если вы стремитесь к абсолюту, да, если вы стремитесь именно к высшим удовольствиям, то здесь имеет смысл обратить внимание только на неограниченные удовольствия. Это всегда именно только духовное, это всегда духовное удовольствие, духовное наслаждение. Вот. И они не требуют никакого, в общем-то, перфекционизма и не требуют никакого вегетонизма, потому что они всегда, везде, у всех. Вот. Это если мы говорим про, ну, скажем так, про естественный и нормальный ход реализации ваших потребностей. Но мне кажется, что вы здесь не свободны. Что-есть, вы не свободны в выборе, именно в выборе своей позиции, своей точки зрения, потому что либо вы делаете это по указке, что-есть, ну, по указаниям, по предписаниям, в частности, например, своей семьи, своих родителей, может быть, какой-то другой значимой фигурой у вас в жизни. Вот. Вот. Либо, либо, либо вы действуете так, в качестве, вы действуете так, в качестве компенсации за что-то. То есть вы от чего-то бежите. Например, вы бежите от себя. Например, вы бежите от одиночества. Например, вы бежите от своих чувств, ну, например... Я не знаю, может быть, всё не так. Вот. Но, например, эта история, вот, вполне может быть такой. Ну, так, если это так, да, если это может быть так, то, ну, давайте в таком случае подумаем, откуда у вас это ввелось, вот. И что из этого ложно, а что нет. Что из этого вам на пользу, а что нет. Что из этого вам нужно, а что нет. От чего вы получаете удовольствие, а от чего нет. Понимаете? Вот, по сути, и всё. Вот, по сути, и всё, что вам нужно. Понимаете? Поэтому избавляться ни от чего не нужно. Бороться, бороться, тем более ничем не нужно. Потому что, как ни странно, вот когда вы, ну, когда вы говорите, что вот, вот, мне нужно бороться, да, там, как это побороться. Вот, вы, ээээ, иными словами говорите, как подавить, мне, это. Ну, так, эээ, извините, эээ, не нужно ничего подавлять. Вот. Потому что подавляя, вы не становитесь свободным. Подавляя, вы не идёте на, скажем так, навстречу своим чувствам и желаниям. Подавляя, вы, эээ, только лишь ещё больше загоняете, эээ, свои чувства, эээ, вглубь, и всё. То есть, если, например, вы стремитесь к идеальному и к тому, если даёт удовольствие, хорошо. А если не будете это делать, будете болеть, будете чувствовать себя хуже. Вот. Поэтому нет, эээ, ничего подавлять не нужно. И бороться ни с чем не нужно. А вот исследовать то, откуда это сделалось и какую, грубо говоря, функцию выполняет то, что вы стремитесь и то, к чему вы стремитесь, это уже куда более важный момент и куда более важный вопрос, с которым нужно работать. Вот. Как не странно, но подавить, на самом деле, легче всего. То есть, проще всего сказать, эээ, типа, эээ, это то, чего у меня быть вообще не должно, и я считаю это плохо, а всё, мы подавляем это. Ну, это проще всего так сделать, на самом деле. Вот. Нет, эээ, это не путь к здоровью. Вот. Это не путь к здоровью. Поэтому останавливаться прямо сейчас вам не стоит, потому что, ну, опять же, у вас это формировалось не один день и не один год. Ну, вот. Поэтому останавливаться прямо сейчас не стоит. Как и побаровать это тоже не стоит. Вот. Что действительно стоит вам, вот, в качестве, куда более такой, куда более, эээ, лёгкие задачи. Это посмотреть, у кого я научился, вот это вот, эээ, побаровать-то, то, что мне, собственно, эээ, ну, то, что мне дорого, то, что мне важно, да, вот, то, что я хочу. Откуда мысль-то пришла, что надо побаровать? Это первое. И второе, эээ, значит, как у меня сформировался, эээ, перфекционизм и эгидонизм. Что будет, если я не буду, эээ, скажем так, стремиться к самому лучшему? Что будет, если я не буду стремиться к удовольствию? Вот. Да, и к какому удовольствию я стремлюсь, это тоже очень важный момент для вас. Вот так. Я думаю, что, эээ, проанализировав, если вы, вот, как следует, подойдёте к этому вопросу, да, сами, вот, что, я думаю, что увидите вы для себя интересные моменты, вот, с которыми уже можно будет что-то делать, с которыми уже можно будет работать, в принципе. Эээ, вот. На этом всё, эээ, я надеюсь, что мой ответ вам, эээ, помог, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их, ээ, в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.